Добро пожаловать! Добро пожаловать на уроки французского языка «Leur français pour toi». С вами Гайанэ и наш сегодняшний урок по правилам чтения. Как я назвала его? Правило чтения – краткое пособие. Но несмотря на то, что пособие краткое, все равно я делю этот урок на два видеоурока, потому что правило чтения во французском языке – это достаточно сложная тема. Есть очень много правил, много нюансов, и вам понадобится много усилий и сосредоточенности для того, чтобы всю эту информацию как следует утрамбовать. Так что настройтесь на французский язык, максимум концентрации, и мы начинаем наш урок с алфавита. Французский алфавит «Leur français» в нем всего 26 букв, и сейчас я вам их прочитаю. Итак, начнем. А, Б, С, Д, Э, Ф, Ж, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. В принципе, алфавит латинский, все буквы вам знакомы, разве что произношение этих букв отличается. А вот на что бы я хотела обратить ваше внимание еще раз, чтобы вы не путали. Это буква С, а это буква С. Также это буква Ж, а вот это буква Ж. И что может быть еще для вас проблематично, вот эта буква Ё. Не ЗЕ, не Э, а именно Ё во французском языке. Итак, алфавит, думаю, тут все предельно ясно, и мы переходим с вами на то, что первым делом надо знать. Я тут выделила основные тезисы, самые простые. Значит, во-первых, ударение во французских словах всегда падает на конечный слог. И для примера возьмем слова, которые мы с вами много раз слышали и знаем. Bonjour, merci, beaucoup, toujours. Как вы видите, ударение действительно падает всегда на последний слог. Дальше. Звуков Х и Ч не существуют во французском языке. Их нет, и если вы даже попросите француза выговорить их, не факт, что он сможет это сделать. Дальше. Буква Х во французском языке хоть и пишется, но никогда не читается. Примеры. Истуар. Эрё. Бо-эм. О-тэль. Видите, Х есть, но оно не произносится. Дальше. В конце слов не читаются буквы. Буква Э, вот в таком виде, как вы её видите, в конце слов никогда не читаются. Так же, как и сочетание букв ЭС. В конце слова никогда не читается. Кроме артиклей, которые мы увидели. ЛЕ, ЛЕ. Тут читаются эти буквы. И кроме местоимений. ЖЕ, МЕ, ТЕ, СЕ, ТЕ. И подобные местоимения из этой группы. В других же случаях Э и ЭС на конце никогда не читаются. Например. Малад. Табле. Иль эм. Ту парле. Ами. Пьер. Дальше. В конце слов не читаются согласные буквы. Например. Фор. Да не считается. Гран. Да не считается. Лон. Жене считается. Ли. Но есть исключения. В конце слов читаются согласные Ф. Наив. Актив. Согласные Л. Баль. Карнаваль. И согласные Р. Клэр. Рэбер. Также в конце слов читаются согласные С. Если перед ним не стоит носовой звук. Например. Яснее будет. Смотрите. Грек. Читается. Публик. Читается. Парк. Читается. Но. Бан. Блан. Видите? Носовой звук. И буква С на конце не читается. Также С не читается в словах. Таба. Эстома. Это исключение. И еще один момент. В конце глаголов не читается сочетание букв Ö, N, T. Это спражение глагола третьего лица множественного числа. Словосочетание третье лицо множественное число вас пугает. На примере будет яснее. Третье лицо множественное число это Иль. Они. И вот в спражении с Иль по-французском в глаголах всегда окончание Ö, N, T. Но оно никогда не считается. Например. Иль парль. Они говорят. Иль финис. Они заканчивают. Иль диз. Они говорят. Видите? Э, N, T. На конце глаголов никогда не читается. Итак. Еще раз. В конце слов не читаются буквы Ö и Ö, S. Практически всегда. В конце слов не читаются согласные, кроме согласного F, L, R и S в некоторых случаях. И в конце слов глаголов не читаются Ö, N, T на конце. Только глаголов. Я надеюсь, у вас еще не заболела голова, потому что у нас с вами еще один слайд. И я обещаю вам последний сегодня. Но вам нужно будет поднапрячься. Итак, смотрим. Правило чтения. Основное. Если вы видите букву Ö в таком виде или с шапочкой. В простонародье это шапочка, по-французски же это называется accent circunflex. Ударение circunflex. Но в любом случае, если вы видите эту букву, она всегда будет читаться как U. Например. Utile. La culture. La musique. Но если вы видите сочетание буквы O, U, они дают нам звук U. Вот это тот звук, который мы знаем. Ублие. Курир. Le jour. Не путаем звучание. Первое это U. Второе это U. Дальше. Сочетание букв G, N дает нам звук N. Например. Га-не. La ligne. Le signe. Дальше. Сочетание букв Q и Y дает нам звук K. Например. La qualité. Идем дальше. Сочетание букв CH дает нам всегда звук Ш. Chercher. Как в выражении Chercher la femme, да? Искать женщину. Chercher. Искать. Chou. Cherie. Последнее в этом столбике. Сочетание букв E, U. И сочетание букв O, E, U дает нам звук Ö. Что-то среднее между Э и О. Попробуйте сказать Ö. Смотрим тут примеры. E, R, E, F, L'E, V. И еще один нюанс. Звук Ö у нас также появляется в следующих служебных частях речи. Je, me, te, se, que, se, le. Вы даже что-то отсюда уже знаете, да? Je – это я. Le – это артикль, мы его знаем. Но остальное вы увидите со временем. Итак, это был звук Ö. Следующие буквы и сочетание букв дает нам звук О. Итак, это буква О. О с Оксаном Сиркунфлекс или с домиком над головой. Сочетание букв А, U дает нам тоже звук О. И сочетание букв Ö, А, U тоже нам дает звук О. Например, БО-КУ. Кто бы мог подумать, что в слове БО-КУ много, как в Мерси БО-КУ, вы, наверное, слышали в Трехмушкетерах, что в слове БО-КУ всего 8 букв. Посмотрите внимательно. А все потому, что Ö, А, U дает нам звук О. Выходит БО-КУ. Все по правилам. Ле, Тель, Ле. Дальше. Сочетание букв О, И, О, И, Грек и О, И, Н дают нам звук УА. И в последнем случае УАН, когда появляется Н. Например, СУАР, ВОЁЁН, КУАН, ЛУАН. Буква Х всегда дает нам звук КЗ или КС. Например, ЛЕ ТАКСИ, ЛЕКЗАМЕН, ЛЕКЗЕРСИС. Буква ЖИ всегда дает нам звук Ж. Например, ЛЕЖУР, ЖОЛИ, ЛЕБИЖУ, ЖУЕ. Буква СЕ с хвостиком внизу всегда нам дает звук С. Например, ФРАНСЕЙ, САВА, ЛАФАСОН. И сочетание букв П, Х всегда дает нам звук Ф. ЛА ФОТО, ЛА ФИЛОЗОФИИ, ЛЕ ТЕЛЕФОН. Все, на сегодня это все. На всякий случай я еще раз вам подряд пробежусь по звукам. Итак, И, У, НЬ, К, Ш, Э, О, УА, КС, или КЗ, Ж, С, Ф. Вот через какие буквы передаются эти звуки. Пока что для одного урока, думаю, информации более чем достаточно на обработку. Следующий урок будет последний, не переживайте. Мы там рассмотрим последние, основные правила чтения. Что бы я вам хотела посоветовать? Тут мы с вами кратко рассматриваем общую картину. Если вы действительно хотите научиться читать хорошо, то, естественно, вам нужна практика. Для этого я вам советую взять какие-либо учебники. Например, классический учебник Попова-Казакова, который знают все, кто когда-либо начинал изучать французский язык. Какой бы он ни был нудный сам по себе, там есть очень даже хорошее упражнение на разработку, артикуляцию и правила чтения во французском языке. Так что советую вам приложить немного усилий, но зато потом результат вас очень порадует. Итак, продолжение темы правил чтения. У нас будет в следующем видео уроке. И, как я написала, а свиво. Так что сегодня я с вами прощаюсь и увидимся с вами очень скоро. А бьянто и бонжурне. Хорошего вам дня.